Я немножко познакомился с дискуссиями, которые мы проходили в предыдущие дни. Очень интересно, содержательно. Надеюсь, вы не пожалели, что поехали в Россию, общаясь друг с другом. Я рад всех вас видеть. На площадке Валдайского клуба мы в сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире. Надеюсь, вы не пожалели. Посеявший ветер, как говорится, пожнет. Кризис действительно приобрел глобальный характер. Он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути. Или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавят. Или, в следующем цитате, поддерживать, представить, все же вместе попытаться найти решения. Пусть и не идеальные, но работающие. Способные сделать наш мир более стабильным. Посеявший ветер, как говорится, пожнет улыбку. Кризис действительно приобрел глобальный характер. Он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути. Или дальше нагнеря и выстраивание системы крайне важные для всех нас акценты. Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы. Как ни странно, хотел бы начать именно с этого. Вопросы климатических изменений перестали быть в первых сочках поиски дня. Но эти фундаментальные вызовы, они ведь никуда не исчезли, никуда не делись. Они только нарастают. Одно из опаснейших последствий нарушения экологического баланса – это сократить. И твердили всему миру – в демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели именно о западной, либеральной таком.